Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Салют, салют всем. Сейчас народ потянется, начнем с вами общаться о всех интересных вещах на этой планете. Ой, топ эфиров. Так приятно. Спасибо, Инстаграм. Очень приятно. Так. Короче, народ. У меня на сегодня не запланировано никаких тем. Я просто решил, что мы давно с вами, ну вот так вот, не виделись, не общались. И скоро релиз, и можно что-то про это обсудить. И, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Ну, в общем, короче, поехали. Привет, чеки-брики-рики-рики. Салют, салют. Привет всем. Так, я вроде вконтаж запостил. Да, запостил. Все, поехали. Застрижку, сышку, шишку, давай ебало. Ну, давай, давай, найди меня нахуй. Давай, приезжай, приезжай, сделай мне шишку. Посмотрим, блядь. Так. Это правда, что завтра будет ивент Версуса в Лайф Старс? Лично я не слышал про такое. Тебе очень идет белое. Спасибо большое. Ну, это не всем белое, это вроде светло-серый. Hello. За парагрины ответь, сука. Нихуя себе. Боже мой. Это что, приехали с меня спрашивать? Когда новый клип? Так, ладно, давайте быстренько сразу насчет этого батла, потому что реально что-то достаточно много у меня спрашивают насчет судейства, почему я проголосовал за Микси в батле, Микси против парагрины. Отвечаю, потому что мне больше понравилось, как выступил Микси. Все. Нужно, наверное, еще проговорить вот этот момент по поводу судейства в 3.0, потому что везде уже 10 раз объяснили за столом хип-хопа там в Твиттере. Блядь, столом хип-хопа. Ну, короче, вы поняли, где. В Твиттере, и все равно не до конца, видимо, четко это все было рассказано, мы сидели втроем, я, Хай, Трэдо, смотрим батл. Сидит вон там Саня Ресторатор и смотрит, чтобы мы вообще друг с другом не переглядывались, не общались, ничего друг у друга, никакой информации не говорили. Мы досматриваем батл. У каждого из нас есть две карточки, зеленая и желтая. Ну, типа, зеленая это команда, я помню, Смоки, желтая команда Мирона. Мы сначала, досмотрев батл, берем в руки карточки, не показывая друг другу того, за кого мы голосуем, независимо друг от друга, не общаясь, не зная, как проголосуют другие судьи. А потом, уже в очередности, в которой говорит Санек, мы высказываем свое мнение. Поэтому мы судили независимо друг от друга, и тот же Хайд не знал, что и я, и Радо проголосуем за Микси, и я также не знал, как проголосуют другие судьи, и поэтому получилось 3-0. Все, на этом я хочу закрыть эту тему. Насчет того, что, ну, есть большой пласт людей, которым кажется, что прогрин выступил лучше. Окей, это ваше мнение, у меня есть свое. Это действительно очень равный батл, и, ну, абсолютно точно, будь наш вердикт другим, была бы абсолютно такая же волна говна, но в другую сторону. Все, если вдруг на, не знаю, на каких-то... Ай, в пизду. Не хочу, короче, сильно размусоливать, потому что я достаточно четко высказал свое мнение, когда судил. Рики не объясняет, ты этим дебилам, они же все равно останутся возмущены, независимо от того, кого ты выберешь. А я ничего не объясняю дебилам. Я объясняю людям, которые, во-первых, не до конца поняли систему судейства, а, во-вторых, людям, которые... Ну, вторые, это уже, скорее всего, ближе к тому, что ты написал, но, типа, людям, которые думают, блядь, ну, вы подсуживаете команде Мирона, вы хотите ему все подлезать. Я уже сказал, уже написал в Твиттере, Мирон просто высылает деньги на карточку за каждый голос за его команду, и поэтому, ну, вот так мне голосуют. Вот. Будешь ли баттлиться? Так, но это я уже говорил, что в этом году точно не буду баттлиться. Скинешь биты свои, сделаю кавера на твои треки. Блин, чувак уверенный в себе, он такой, не даже один какой-то бит, он такой, скинешь биты свои, я сделаю кавера на твои треки. Звучит так, будто если я скину все биты, он такой, я, я, в принципе, на все сделаю кавера. Кстати, насчет каверов, каверов, блядь, не знаю, как правильно ударение, насчет вот этого всего у нас в группе ВКонтакте, если кто, блядь, тут, наверное, нужно более подробно рассказать. В общем, в этом месяце выходит, как уже, наверное, все знают, моя эпиха под названием Flash Forward. Мы сейчас на студии круглосуточно занимаемся тем, что ее доделываем. И за пару дней до ее релиза будет закрытое предпрослушивание в Москве. И мы разыгрываем вот в группе ВКонтакте в очередной раз несколько приглашений на это предпрослушивание, куда нельзя будет купить билеты, где будут показаны все эти треки до релиза, где будет новый сет ремиксов, где можно будет вместе пообщаться, там, ну, вот спросить то же самое, что здесь, только в жизни, да. И сфоткаться, ну, вот эта вот вся хуйня, там будет немного человек, человек там, ну, сто, и поэтому будет достаточная атмосфера такая уютная. И в группе мы запустили конкурс на тему творческих всяких штук по поводу трека «Второе солнце». Это мой любимый, наверное, трек с предыдущего, точнее, с моего единственного альбома, и он людям очень сильно понравился, и мы решили запустить, потому что я видел много фан-артов на тему этого трека, слышал каверы на него, и мы решили запустить конкурс, где любой человек может поделиться любым своим творчеством, навеянным этим треком, связанным с этим треком, каверы, ремикс, арт какой-то, что угодно, и получить за это приглашение на предпрослушивание, если он, конечно, попадет в топ-10 самых крутых людей. Я хуёво объяснил, не доёбывайтесь, я не спал три дня. Так. Гена, в Украине будут концерты. Не в ближайшее время, ребята, не в ближайшее время. Так, прям мультивселенское дерьмо. Это... Мультивселенское дерьмо – это хорошее словосочетание, я его возьму себе на заметку, но я не понял, к чему это. Так, покажи Багиру. Если она придет, я покажу. Багира! Она ебала в рот этот хайп, понимаете? Она такая... Йо, чувак! Твои трансляции смотрят только из-за меня. Поэтому пока ты мне не купишь этот охуенный жидкий вкусный корм, от которого я блюю потом, я не появлюсь в этой трансляции. Нет, ты будешь жрать это сухое дерьмо, Багира. Ген, за Зенит болеешь? Я не болею ни за какую футбольную команду, и вообще не интересуюсь футболом. И, ну, с одной стороны, я очень рад, что закончился чемпионат мира, а с другой стороны, в принципе, в целом для страны это был прикольный экспириенс. Вот. Так. Ну, смайлики пошли. Ну, вот надо, да, было. Надо было пошутить тебе, Фарафонов, долбоеб. Не подготовил, о чем говорить, а тут... Так, у меня друган биты пишет. МБ заценишь? Ну, ребят, наверное, вы заметили уже, что я в основном, а точнее в 100% случаев, по битам только с Игоря, с Мексвинером работаю, и я планирую пока в этом направлении двигаться. Ген, как дела? Чисто самый человеческий вопрос. Ну, вопрос нормальный, действительно. Во-первых, напишите все, как у вас дела, потому что мне тоже интересно. А у меня очень-очень сильно устаю, потому что, как обычно, в конце хоть и все шло более-менее по графику, ну, по третьему графику. В этот раз с работой над релизом все равно очень много вылазит всяких штук в конце, всяких уник, которые нужно переделать. И вот сегодня ночью внезапная запись на студии у нас нарисовалась, и, короче, очень-очень сильно устаю, потому что прямо хуячу. Но это вот та самая работа, которая приносит такое потом удовлетворение и удовольствие, и поэтому это очень хорошая усталость. Я такую усталость обожаю. Вот я сейчас проведу трансляцию и планирую обоспаться в усрень, нахуй, просто в жесткую. Вот лечь прямо здесь, блядь, и спать 13 часов. Наверное, я посплю три и встану, и буду что-нибудь писать. Блядь, ты похудел? Или кажется, нет, я не похудел? Это кажется. Почему так много крутых рэперов-казахов? Спрашивает фокусник Алексей. Блядь, прости, пожалуйста, что я назвал тебя фокусником. Наверное, наверное, в ваших кругах это не самый крутой эпитет. Но я пока еще не научился правильно пользоваться терминологией. Иллюзионист, фокусник и прочее. Зайдите на аккаунт Криот. Вот у меня чувак тут был в комментариях выше. Чувак пиздец разъебывает. Он меня как-то поймал на улице. Я уже не уверен, что это было случайно. Он как-то меня поймал на улице и сказал, хочешь, я тебе покажу пару фокусов? И я такой, да. И он показал мне просто, он меня разъебал в хлам. Я причем интересовался этой хуйней. Но я смотрел много, ну, разоблачений. Не разоблачений, а разборов того, как делать какие-то фокусы. И все равно меня жестко разъебало. Блядь, заплати мне теперь за эту рекламу, пожалуйста. Потому что выглядит как проплаченный. Так, 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 так. Что на минутку? Ку-ку, Рики, сядь на пике. Мой выбор давно уже сделан, братан. Будут ли фиты на альбоме? Ну, я говорил, что фиты, ну, Икс Винер и Хэв так или иначе будут участвовать на альбоме. Где-то, может быть, вокальные партии, где-то, может, на бэках. Ну, то есть, я-то знаю, где, просто не хочу пока раскрывать. Но, в общем, они точно будут участвовать много. А фиты не с моими ребятами. Может быть, будет один, а может быть, будет ноль. Вот одно из двух. Какие фиты будут в ближайшее время? Ну, вот, на релизе, может быть, один. Если его не будет на релизе, он выйдет позже. Тут уже немножко все зависит от Айтюнса. Привет, старик, как поживаешь? Что нового в жизни? А вы написали, как у вас дела? Я просто проебал. Напишите еще раз. Я забыл прочитать, как у вас дела. Что нового в жизни? Да ничего особо нового. Музло только новое. Так, будет ли Фит с Мироном? Да что-то нет такого в планах пока что. У тебя есть голова? Не могу найти. Когда батл, когда новую песню? Ну, релиз в этом месяце батлов не будет в этом году. И, ну, не гарантирую, что будет следующим. Посмотрим, это уже как пойдет дело. Хуё под гром попало. Пишу второй раз. Да, кстати, я так охуел. Сегодня погодка в Москве. Причем еще все там в Твиттере везде пишут. Ой, в Питере жара, плюс 175 градусов. Солнце, ты что-то перепутала. Может, тут в Питере? А у нас тут, ёб твою мать, деревья улетают вот так. Прямо дерево, я клянусь, я не вру. Вот дерево так стволом, прямо с корнями так в окно залетело. И убило соседок. Это пиздец был. Жестко прямо реально. Гена, какие планы на год? Ну, наверное, уже на полгода, да? Да, жёстко, жёстко много материала, конечно, мы написали на... Ну, то есть я бы мог, наверное, если бы я относился к альбомам, как, в принципе, сейчас это в среднем делается, я бы мог, наверное, сейчас и полноценный альбом второй выпустить, потому что материала пиздец как много. Но я хочу выбрать самый сок, выпустить ей пишечку, а дальше посмотрим, как там, чё пойдёт. Как тебе возвращение, Джонни Боя? Ну, я, конечно, как старый слушатель Джонни Боя, того ещё, Инда Баттла второго времени, у меня сердечко радуется из-за того, что он вернулся, но немножко смущает то, что музло, как будто бы вообще, ну, ни на градус не изменилось, просто то же самое. И это немножко-немножко расстраивает. Заебал, пишу, не читаешь, чё за хуйня, Генн? Ну, вот видишь, прочитал. Обожаю читать такие комментарии, которые, блядь, 10 раз написал одно и то же, чё не читаешь? И я читаю, и всё равно не получилось прочитать, что там... Ёбаная и в рот. Не умею заканчивать фразы сегодня. Когда кавера на Иванушек? Ну, я сделаю, я сделаю. Я забыл, я в Твиттере на какой-то конкретный трек обещал. Я не помню, сейчас напомните мне, на какой трек. Гонфлат норм. Да, я даже хотел тоже где-нибудь респектануть ему, но потом понял, что я уже как такой запоздал и хуил. Я реально сидел на студии и ничего не слушал. И вот, когда у него вышел этот клип, который стрельнул, я его посмотрел через, там, неделю-две после этого. И мне очень понравилось. Почему запикали мегафолис? Так, когда фея цардо? Как тебе мем про твой фит с хаваном? Ой, блядь, завтра, кстати, фит с хаваном, а ни про какой мем я не слышал. Так. Заебал у меня дед, умирает, требует фирму куртки красной. А какой красной куртки, блядь? А я и не ебашу про что ты, даже не знаю про какую куртку. Так. Как относишься к Маркулу? Нет, я неправильно прочитал. Как относишься к Маркулу? Вот так там человек задал вопрос. Хорошо. Будет ли когда-нибудь фит с хаваном? Ну, я же сказал, ребят, ну, хватит заебывать. Сказал завтра, значит, завтра. Я не виноват, что я каждый день просыпаюсь и опять сегодня. Спиздил у себя, пончлай. Так, год фит с Моргенштерном. Как тебе, Кизару? Такие хорошие вопросы друг с другом спаренные. Считайте, блядь, пять секунд потратил и все. Рекиев о Моргенштерне, о Кизару, YouTube, просмотры. Какое твое самое большое достижение и самый впечатляющий провал? Ну, мое самое большое достижение в жизни, это очевидно, по совместительству мое единственное достижение в жизни, что я, ну, делаю музыку и есть вот вы, прекрасные люди, которым это нравится, у которых в душе это находит отклик и люди с какими-то схожими взглядами, с похожими проблемами, ну, в общем, которым это не... Блядь, я как будто бы премию Оскара получаю. Я рад, что моя музыка находит. Я правда рад просто. Самый мой большой провал. Блядь, в шестом классе подошел в детском лагере к девочке, на медляк ее позвал, а я, ну, я уже был пиздец охуенный, да, в шестом классе. И вот эта история на тот момент была из ряда вон выходящая. И позвал ее на медляк на дискотеке в детском лагере потанцевать. И она отказалась. И я просто охуел. И вот это с тех пор я из-за этого, ну, цнотворно ебашь сейчас, потому что вспоминаю эту историю, перед сном каждый день я не могу спокойно спать. Почему не читаешь, бесит, 20 раз написала. А, ну вот, вот, видишь, ты добилась своего. Тути Фрути охранный трек до сих пор. Охуенный комментарий. Тути Фрути до сих пор охранный трек. Мы с пацанами тут сканворда решаем в подсобке. Тути Фрути постоянно слушаем. Обожаю все, что ты делаешь за ветер. Отдельное спасибо, Вышка. Вам спасибо за фидбак по треку «Ветер». Мне тут звонили с этого, с Раймс Букинг, недавно говорили, блядь. Так много трек «Ветер» слушают в iTunes, переслушивают по шесть раз люди. Я такой, это я, это все я, сам переслушиваю. Если тебя нарисовать запостишь в аккаунт Instagram, забавный вопрос, учитывая, что я вот вчера запостил или когда позавчера. Я реально не спал три ночи, я не помню, когда. Видимо, позавчера я запостил фотку впервые за год или за сколько. Ну, такой. Альбом какой? Новый? Пиздец, блядь. 14 раз пишу, ты где нахуй? Я надеюсь, я надеюсь, что эти люди уже, ну, сразу пишут такие комментарии, чтобы порадовать меня. Спасибо большое. Пишите побольше комментов. Блядь, я 173 раза уже написал, почему ты не отвечаешь? С кем твой батл понравился больше? Да хуй знает, но мне, в принципе, все баттлы понравились, кроме того, где меня в очко выебали. Остальные очень были прикольные все баттлы. Ну, я имею в виду, которые со старухой. Кто и как будет победителей в конкурсе выбирать? Ты с кем-то? Я с Хэвом, с Эксвинером. Вот, будем выбирать. Так. Ты будешь на Раймс Шоу? Нет, не буду. Блядь, заебал, читай мои комменты. Э? 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 У меня недавно спросили, не хочу ли я брекеты себе поставить. Я подумал, да, было похуенно стильвозное решение поставить себе брекеты. Сейчас как раз мне нужно года три будет с ними проходить в 24 года, чтобы все поправилось. Блин, я ноль раз написал, почему не отвечаешь? Смешно. Ладно, все. Все, эту шутку мы отшутили на все 100%. Пацаны, заканчиваем. Как относишься к тапочкам? Охуенно отношусь к тапочкам. Мне очень нравится летом ходить по улице в этих, во Вьетнамках. Очень удобно. Так. Сука, вспомни, Сина, мне пишут. Это, мне кажется, это будет фраза, когда у меня найдут рак. А это очевидно будет, потому что, ну, карма, с кармой шутки плохи. Когда я буду умирать, ко мне подойдет врач, и ты такой, сука, вспомни, Сина, и отключит меня. Так. Привет, привет. Здорово, новнейм. Здорово, Дима Манченко. Спасибо, что зашел. Приятно видеть тебя среди нашего плебейского между собойчика. Так, так, так. Блядь, пишу. Нет, все, 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 все. Хватит. Остановите волнуйте. Это не должно стать мемом. Мем, это вот про Фитц Хоу. Ну, это, как вам кажется. Так, что в Риме посмотрел? Короче, я был в Риме третий раз сейчас, и первые два раза я был по одному дню. Один раз я просто, ну, нихуя там не смотрел. Один раз я весь день гулял, мы там с корешем были, весь день гулял по Риму, году в четырнадцатом. И оказалось, что мы все, все, что есть в Риме, посмотрели за этот день. Я вот сейчас прилетал на неделю, и я прям, ну, я, если помните, я там спрашивал в Твиттере, что можно в Риме посмотреть, и сам Глил искал. Я вообще не особо фанат прям ехать что-то смотреть. Мне нравится гулять, слушать музыку, что-то писать. Вот я, в принципе, в основном занимался тем, что писал тексты на флэш-форвард. Но заодно решил все посмотреть, и я понял, что я уже все видел в Риме. Салам алейкум, баск, баск, блядь, все, не получилось. Прочитаешь коммент, хуй вырастет. Нет! Ох, зачем мне еще больше, боже мой. Напишите кто-нибудь коммент, прочитаешь коммент, хуй уменьшится, чтобы я его прочитал. Рики, с кем фит на альбоме? Так еще не факт, не факт, что он будет на альбоме. Так. Как, ребята, ФБ-4? По поводу ФБ-4, да я и так, я и так там и сужу, и на столе на этом. Ну, хотя на столе не то, что я пиздец там много сказал. Да охуенно, охуенно, мне нравится вся эта движуха. Так. БПМ батлы будут, сука, прочитай, заебал. Да когда ты заебал, 10 раз уже говорил, что я не буду батлиться в ближайший год. Это долбоеб. Как тут забанить его? Сука, я все время забываю, что в инсте нельзя забанить, как это напрягает. Когда ФИС с пирокинезисом. Есть такая смешная тема, я много раз слышал про вот этих ребят, пирокинезис и Егор Натц. Ну и стади, ну стади я очень там давно знаю, мы даже с ним как-то онлайн там батлить, он меня разъебал 27.0, ББЛА, в общем такая хуйня. Вот про стади я знаю, стади я слушал треки, а послушать пирокинезиса и Егора Натц у меня никак не доходили руки. Я думал, что это ну какая-то такая базовая лиричная тема, такие локдоги нового поколения и что, ну, я обожаю локдога, но обычно вот такого формата не вкат мы злой. Я такой думаю, ну хуй знает, и что-то вот не помню почему, но мы включили, послушали с Хэлм недавно последний трек пирокинезиса и трек Егора Натца тоже, как я понимаю, последний. И мне оба так понравились, я просто охуел, я прям вот, ну, у Егора Натца, который Хочук тебе называется, а пирокинезиса не помню. И, в общем, вот, салют охуенно ему зло, пацаны. Просил не читать про близких, но ты сам ведь недалекий, да, это факт. Так, Рикки Тикки Тавихер здоровый, как у твари. Это база, это улицы в этих строках. Может сработать на 10 раз, почему удалил трек Фантома? Не понимаю, про какой трек. Как относишься к Big Russian Boss? Отлично отношусь. За эфир берут много трафика, что это значит? Не знаю, что это значит. Ты хотел бы сделать клип на трек So Web? Нет, я не знаю, я очень давно хочу сделать клип на Второе Солнце, но та задумка, которую я туда придумал, требует очень много времени, силы, бабла. И у меня пока что нет ничего из этого. Альбом выйдет в июле, или ты как с Фантомом 1 сначала сингл дропнешь, потом альбом? Во-первых, это не альбом, а EP, потому что я альбом подразумеваю все-таки более массивным произведением и более концептуальным. А во-вторых, я сингл уже дропнул, сингл «Ветер», и в июле уже будет прям EP-ха. Так. Рики пошли в доту. Не, ребят, я только Fortnite. Блять, давайте про Fortnite побазарим. Это такая боль. Я уже, наверное, рассказывал сто раз, но я вообще не фанат игр, в которые нельзя играть вместе с корешами, сидя на четырех джойстиках. Но я из-за ебаного X-Win'ера скачал себе Fortnite попробовать, и все, пиздец. Я умер, короче. Давайте я, может, стрим по Fortnite проведу. Мне так хочется хоть какой-то вынести позитив из всей этой ситуации, из проебанного времени, из той ненависти, которую я к себе испытываю из-за того, что я залип в ебаную игру. Давайте, может быть, какую-нибудь такую хуйню замутим. Fortnite моя зыжжение. Давай, да, вот спасибо. Один комментарий, да, наверное, все остальные будут. Нет, что, долбоеб? Ну, давайте, давайте какую-нибудь, я придумаю какую-нибудь тему прикольную для стрима, чтобы это не просто было. И что-нибудь там сделаем, вот, все. Сделаем, короче. Нужно, нужно позитив выносить из всех ситуаций. Не, не в Твит... А я не знаю, кстати, не знаю, как делать стримы. Надо будет кого-нибудь из друзей ютубера спросить. И мы закинем денег на клип. Бля, пацаны, даже если я буду делать стрим, я не буду туда вот эту вот хуйню делать, где можно мне закинуть денег. Я как-нибудь, как-нибудь сам свои деньги заработаю. Но это моя официальная позиция на текущий момент, может, я передумаю. Не хочу громких заявлений делать. Трансу сохрани, ок, да, если получится, сохраню. Так. ЛЗБ спроси. Да, да, можно в ЛЗБ проконсультироваться, как стримы вести. Так. Вкладываешь душ в треки? Да, не, на похуй, так пишу чисто, чтобы отъебались. Ну, если что, ответ, конечно, да, это был прикол с Арканом. Так. Сколько фитов на... Ну, ребят, ребят, ребят. Ну, я же уже ответил на этот вопрос. Как тебе трек Мирона и Порчи Табаско? Ну, мне очень понравился сам по себе трек. И мне очень понравился отдельно куплет Мирона. Но я вообще не понял, какое они имеют друг к другу отношение, кроме того, что одинаковый BPM. Ну, то есть, я, может быть, блядь, просто не разобрался. Но, насколько я понял, там весь трек Порчи поет про девушку и все такое. А Мирон, типа, читает про свою жизнь. И это немножко меня смутило. Вот. Ну, а так все прикольно. Слушаешь что-то, кроме рэпа? Я сейчас слушаю только биты на Flash Forward. Анонсируешь в группе же? Не, ну, если я правда буду делать ебаный стрим по ебаному Fortnite, то я его везде анонсирую, ребят. Вы не пропустите. Ты любишь дрочить свой писосик? Да, да. Люблю, это правда. Так. Что думаешь о возвращении Джоннибоя? Я уже отвечал. Что я не знаю. Давайте, что там вообще у нас происходит. Блин, ну, у меня вот написано три тезиса. Релиз, конкурсы, предпрослушание. Я про это все сказал за две секунды. Ген, когда релиз, спрашивают меня, чего... Ох, боже мой. Не буду рассказывать историю. Так. Блин, пацаны, давайте какие-то вопросы. Не касаемо релиза. А если касаемо, то, типа, никогда релиз с кем фито. Что-нибудь, что еще не спрашивали, чтобы я мог попиздеть, и чтобы не пришлось трансфор раньше времени заканчивать. Где клипы? Ну, я рассказал уже про клипы. Блядь, из его фраз можно делать мемасы. Да. Это же то, для чего я это делаю. Скинул сколько? Какая ноль. Ноль, как я скинул. Так. Бля, где причесон сделал? Съездил в барбершоп, и меня там подстригли в том же, где и всегда. Вот. Че жрал сегодня пизда? Салат Сезарь съел, очень вкусный в шоколаднице. Рики Закеш, новый трек или отрывок. Во, бля, кстати. Вот это нормальная хуйня. Можно, наверное, да? Блядь, не знаю. Я вроде не планировал этого. Я люблю такие вещи планировать. И... Ладно. Погнали. Сейчас, сейчас замутим. Погнали. Ну и хватит, да, да, не запланировано. Я даже тайм-код, видите, не планировал, с какого буду включать. Все, разобрались, короче. Заценил кусочек трека. Давайте, давайте, кто успел, тот успел. Даже не будем обрезать, никуда заливать его. Давайте, кто здесь был, тот его услышал. Все. Так, сними видос с двойником. Блядь, я бы с радостью. А если где-то есть мой двойник, дайте мне его сюда. У меня очень есть много прикольных штук, которые можно сделать, если бы у меня был двойник. Сколько стоит твой текст? Здесь очень-очень дохуя. О, прям пиздец. Вот. Так, на горизонт событий Алфы похожи. Да нет, не похожи. Что с Алфи? Да, отлично все. Алфи живет, занимается своими делами, как бы. Успокаивает, успокаивает свои нервы. Стал таким очень взвешенным, очень красивым человеком Алфи. И вот я с ним, не знаю, сегодня буквально общался. Виделся вчера. Той стиль так резко поменялся. Слушаю треки старые, что-то прям очень отличается стиль. Ну, старый, если ты имеешь в виду те, которые были до Versus. Ну, бля, чувак, сочувствую тебе, хватит слушать дерьмо. Что в твоем пакете? Не понял. Басков твой двойник. Ну, Басков это не совсем тот случай, про который я говорил. Дядька, что про Локи скажешь? Если речь про Локдога, то это один из любимейших вообще моих русских рэперов за всю историю. Возможно, даже топ-1. Если речь про Локи Мина, ну, мне лично очень редко что-то нравится, потому что, ну, это субъективизм. Мне именно такой стиль не очень вкатывает. Но, как сам факт, очень-очень своеобразный стиль и очень хорошо, что он есть, потому что в целом это очень разнообразит нашу рэп-игру. Очень самобытно. И это круто. Вот. EP будет концептуально, как Five? Нет, это EP, ну, там будет определенный концепт, но не такой жесткий, как в Five, и не такой жесткий, как в Фантоме. Так, что в твоем свитшоте? Я, блядь, в моем свитшоте, братанка. Кто бы, что бы еще? Хотел бы ты, чтобы Ларин снял тебе клип. Конечно. Как тебе четвертый сезон Флэша? О, блядь, сериальчики нахуй подъехали. Давайте обсудим. Четвертый сезон Флэша, да, я, по-моему, посмотрел. Ну, конечно, давайте сразу. Конечно, я понимаю, что объективно это полное дерьмище. Ну, но мне, конечно же, очень понравилось. Это, в принципе, описывает очень много чего в моей жизни. Любое отношение к большинству, еще и что мне нравится, оно примерно так звучит. Как думаешь, психологи нужны людям? Ну, во-первых, нужно различать психолога, психотерапевта и психиатра. А во-вторых, я думаю, что хуже мир от их наличия точно не становится. Так, какие русские сериалы палишь? Посоветуешь? Ну, русские сериалы я, конечно же, никакие не смотрю и никому не советую. Так, на других землях есть твои двойники? Это да, это правда. Так, даже будет на релизе немножко про это. Ой, иди нахуй. О, хорошо. Хорошо, как тебе плащ и кинжал? Пока не смотрел, пока не смотрел. Не смотрел ни плащ и кинжал, и беглецы тоже пока не смотрел. Даже Карателя еще не посмотрел, ну, тот первый сезон. Вот, и много чего пропустил. Ну, когда-нибудь я наверстаю. Выпущу релиз и посмотрю все. Так, как тебе очень странное дело, тоже не смотрел. Но я начал смотреть, мне не понравилось. Так, есть любимый фильм. Хранители, Хранители мой любимый фильм. Так, как тебе дис Славы? Который на меня дис, нормальный дис. Так, что, давайте потихонечку закругляться, потому что сколько мы уже сидим? Уже почти 40 минут. В принципе, уже более-менее однотипно все пошло. Я очень рад, что мы с вами пообщались. Даже вон трек заценил. Давайте еще 10 каких-нибудь вопросов. Ну, таких каких-нибудь, блядь, интересненьких. И я пойду спать. Так, приветики, приветики. Самое время. В очко иди, долбоеб. Но это не вопрос. Это не вопрос, мы не будем считать. Ген, не забудь трансу сохранить. Я не забуду сохранить трансу, только если я ее сохранить не забуду. Можешь ответить, творчество приносит доход или где-то работаешь? Ну, конечно, приносит. И плюс я уже... Все знают, что я гастратингом занимаюсь, продюсированием треков. Треков на заказ подключатся, ребятами. Мы промышляем в больших масштабах. Так что, в принципе, не жалуюсь пока что. Так, все-таки Тучи или Тополиный пух? Блин, ну, по бэнгеровости, конечно, Тополиный пух, он выигрывает. Но чисто потому, как сделана сама песня, мне больше нравятся Тучи. Там очень есть хорошие ходы музыкальные. Как возникла идея про арк? Я не помню, она как будто бы всегда во мне жила. И я как-то... Ну, я очень давно люблю Лавкрафта и всю эту хуйню. И у меня прям... Не было, не было сомнений, что так и будет. Где Багира? Блядь! Багира! Сейчас, пацаны, сейчас. Багира. Пиздец, это просто подстава. Тебе когда-нибудь дарили цветы на концертах? Как отнесешься, если подарят? Мне никогда не дарили цветы на концертах. И первый раз я к этому, если это произойдет, отнесусь очень хорошо, потому что это очень смешно. А все остальные очень плохо, потому что это очень по-гейски. А я не гомофоб, но не гей при этом тоже. Так. Ты Бэтмена любишь? Очень люблю, конечно. Бэтмен мой братишка. Так. Что интересного дарили фанаты? Бля, я тут недавно поделюсь с вами историей, очень жизненной. Я недавно первый раз в жизни приготовил суп. Просто мне так заебало куда-то ходить есть. Я работал над релизом, мне нужно было, чтобы было всегда что-то пожрать. И я все сделал, все, что нужно, но потом понял, что вот у меня газовая блюда дома, и у меня не было зажигалки. И я вспомнил, что мне в Улан-Удэ в том году подарили зажигалку, и я отрыл ее там за шкафом в этом ящике с подарками. И я... Она еще не работала, она через три раза давала искру, и я справился такой, блядь, вот вы меня спасли, в буквальном смысле, от голодной смерти меня спасли мои слушатели. Я очень вам благодарен. Хорошо, что вот я вспомнил эту историю, хотел ее рассказать. Так. Почему ты на всю хуйню отвечаешь про Бэтмена и цветы? Какая в этом, блядь, важность? А какая важность вообще в чем-то? Скажи, ты же понимаешь, что, ну, в бесконечности времени все наши жизни – это достаточно эфемерные, как бы, вещи. И, в принципе, важности, важности ни в чем нет. Поэтому почему бы не ответить на вопросы про Бэтмена и цветы, да? Так. Как тебе, ЧМ? Ну, я уже говорил, я... Вообще, я не смотрел ни один матч. Я один раз с алфавитом по приколу увидел, посмотрел часть матча Бразилия-Бельгия, я не знаю, минут 20. Я прям... Я спросил у него, за кого он болеет, он сказал, за Бразилию. И я прям строил себя экспертом. Были в каком-то баре. Я такой, да нахуй, давай, там, сверху отдавай, давай, Бразилия, блядь, давай, орал. Через 5 минут спросил, а в какой форме Бразилия, чтобы более смысленно орать. И когда они забили, я прям там скакал, я обнимался с людьми, которые там все орали в баре. Было смешно. Да, суп охуенный получился. Так, как относишься к Многознала? Отлично отношусь. Вот, на днях переписывались с ним буквально. Так. От чего больше получаешь удовольствие от написания трека или от результата? Это очень зависит от того, как шел процесс написания трека и от того, какой в итоге результат. Потому что и то, и то зачастую прямо из большого удовольствия, но иногда такая, блядь, индустриальная работа прямо проворачивается, когда трек, ну, я не знаю, там, полтора года переписываю 10 раз и в конце, ну, бывает уже прямо такой, ну, сука, давай, давай, выжмись уже из меня. И вот такое, такое немножко заебывает. Вот, а когда каждый раз ты не в тупике в каком-то находишься, а идешь по какой-то ниточке решений и улучшаешь хоть и долго, но улучшаешь просто трек по своему кому-то плану, это вообще просто невообразимо охуенные впечатления. Вот. Так. Что за ветровка была в клипе «Новая Москва»? Это, ну, это не ветровка, это скорее, блин, даже не могу, не буду называть, чтобы мне не сказать хуйни какой-нибудь. Но, в общем, это «Steelback», это Илья Джайер, они, фирма, которая одевала меня на батл с топором, всех ребят в клипе «Новая Москва», и он мне давал шмотки для январских концертов в Москве, в Питере. И найдите у меня в подписках «Steelback», обязательно подпишитесь, прочекайте, у них просто охуенный топовый шмот, единственный достойный теквир вообще, который сейчас и есть в стране, и я фанат этой хуйни. Вот. Так, надеюсь, ты сохранишь, ну, ребят, ребят. Все, давайте последний вопрос, и я все, я уже вырубаюсь, нахуй, мои синяки под глазами вам докажут. Я не знаю, пацаны, ну, правда, они там просто пишут странные вещи какие-то. Не могу выбрать, не могу выбрать ни один вопрос. Ну все, но Багира не идет Не мне же за ней идти Потому что все-таки баба Баба должна приходить Не бегать за ней Посветил бы Багире песню Нет, не стал бы Все, короче Ребята, мы заканчиваем На этом, очень рад был С вами со всеми пообщаться Я постараюсь еще До релиза, может быть, сделать еще одну трансу Может быть, еще там что-нибудь За свечу, что там релизом с Игорем Релизы Игоря и Хэва подвинулись На попозже из-за того, что я долбоеб И мой релиз подвинулся на попозже Его закончим, будем доделывать Их релизы, это просто будут два охуевших Альбома, они разъебут всех Нахуй, когда планируешь Завести семью, не знаю Все, всем пока Спасибо, что ждете релиз Участвуйте в конкурсах На предпрослушивание И я не придумал концовку Субтитры создавал DimaTorzok